МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. ЧП в Новочебоксарске. Прокуратура Республики расследует причины пожара на производстве гипохлорита кальция. В пользу здоровья продолжается вакцинация маломобильных граждан на дому. Сделал дело, гуляй смело. Праздник песни и труда прошел в 10 районах республики. Публичное акционерное общество Химпром вновь оказалось в центре общественного внимания. 13 июня на его территории вспыхнул пожар на производстве гипохлорита кальция. Напомним, его открыли пару лет назад, огонь тушили 2 часа. Пострадало 500 квадратных метров площади. По официальной версии обошлось без человеческих жертв. Что стало причиной чрезвычайного происшествия и кто понесет за это наказание, разбиралась наша съемочная группа. Клубы черного дыма стелились по всей промышленной зоне Новочебоксарска. То, что горит крупный объект, было видно из города. Был запах горя, было через окно. Чувствовалось, очень черный дым шел в сторону города. Конечно, это риск, конечно, есть. Ничего, что тебе сделаешь? Или надо завод подальше строить? Подальше от города, чтобы этого не было риском для детей и для жителей города. Выбросы бывают, они везде. Даже до Чебоксара находят, если честно. Очень часто на химпром жалуются на загазованность в городе. Ну и вот вчерашний, позавчерашний случай тоже из ряда вон. Ну, надеюсь, устранят. Я тут 55 лет живу в городе. 37 лет на химии отработала парадщиком. Так что, кое-что знаю про химпром. Цех по производству гипохлорита кальция открыли в 2018 году. За три года он не раз становился объектом проверок контролирующих органов из-за жалоб жителей города. Один из последних случаев – в прошлую осенью и зимой люди жаловались на сильный запах хлора и гарем на Вочебоксарске. Органами Роспотребнадзора тогда было выявлено превышение концентрации вредного вещества в нескольких точках города химиков и на территории предприятия. Расследование еще продолжается. Правоохранители пока не доказали, что источник неприятного запаха находится на территории химпрома. 30 мая тоже был пожар. Тогда в основном пострадала только кровля здания. Проверка по этому случаю еще идет. Что касается ЧП 13 июня, по предварительным данным прокуратуры республики, источником пожара могла стать тара с готовой продукцией – гипохлоритом кальция, которая находилась в помещении цеха. К возгоранию могло привести попадание воды на продукцию. Прокуратура города также инициирована проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц предприятия признаков преступления, предусмотренного статьей 217 Уголовного кодекса России, а именно нарушение требований промышленной безопасности на особо опасном промышленном объекте. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалы проверки переданы прокуратурой в органы Следственного комитета. Уголовным кодексом России предусмотрена ответственность за совершение преступления в случаях нарушения требований промышленной безопасности на особо опасных промышленных объектов. В случае, если в результате указанных действий кому-либо причинен тяжкий вред здоровью или причинен иной крупный ущерб. То есть, поэтому в данном случае, если будет установлено, что крупный ущерб в результате данного пожара был произведен, и эти действия возникли вследствие нележащей работы должностных лиц предприятия по организации безопасности на территории объекта, то вполне возможно, будет возбуждено уголовное дело. Пробы воздуха, взятые после пожара на производстве и в разных точках города, не показали превышение концентрации хлора. Небольшое увеличение выявлено только в рабочей зоне цеха. Проверки продолжаются. Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Юрий Марков, Николай Скворцов, Республика. Рост объемов промышленного сельскохозяйственного производства, ввод жилья, снижение уровня безработицы. Предварительные итоги социально-экономического развития за пять месяцев этого года обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Улучшается ситуация в промышленном комплексе. Предприятиями отгружено товаров на сумму 101,4 миллиарда рублей. В целом индекс промышленного производства вырос на 2% за счет повышения инвестиционной активности и расширения мер государственной поддержки предприятия. В сельском хозяйстве показатель еще выше 4,4%. Отмечаем рост по производству молока, мяса. Примерно на том же уровне находится производство яиц. И овощеводство закрытого грунта у нас здесь рост, сами видите на слайде, довольно-таки стремительный. Уменьшилось количество заказов на коммерческие объекты строительства. Выросли в цене строематериалы, сократились объемы долевого участия. А вот оборот розничной торговли вырос почти на 13%. Исполнение регионального бюджета также находится на позитивном уровне относительно прошлого года. Доходы всего составили 31,5 миллиардов рублей, что на 19,9% выше аналогичного уровня прошлого года. Собственные доходы поступили в объеме 17 миллиардов рублей с ростом на 17,3%. По данному показателю Чувашская республика на 10 месте. Выше аналогичного периода прошлого года фиксируется поступление налога на прибыль организации, НДФЛ, акцизов, государственной пошлины. Несмотря на многие позитивные изменения, Олег Николаев отметил, что главное не освоение средств, а реальные изменения за счет реализации нацпроектов, результат, который почувствуют люди. Переходя к процессу формирования бюджета, очень важно еще раз посмотреть критически на все те мероприятия, которые планируются на следующий год. И здесь еще раз обозначаю важность, во-первых, выдержать все этапы, но самое главное, чтобы у нас с вами нормативная база и возможность реализации всех мероприятий, которые предусмотрены по тем или иным направлениям, начались с самого начала года. Все возможности для этого у нас есть. Минфину Чувашии поручено принять нормативные акты, регулирующие жестко устанавливающие сроки реализации проектов. Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги работы за пять лет. В республике дан старт отчетной кампании партии. «Единая Россия» держит ответ за то, что было запланировано в предвыборной программе и что удалось реализовать. Главный посыл кампании партия сказала, партия сделала. Сделано действительно много. За пять лет открыто 19 детских садов. Еще 9 сдадут до конца года. Возведено 7 школ и 2 строятся. Республика – лидер в организации горячего питания для учащихся начальных классов. Построены бассейны, сельские дома культуры, ФАПы. Реализуются проекты благоустройства. Все это делается в рамках региональных и федеральных программ. Когда мы подходили непосредственно к тому, как должны выглядеть эти территории, мы руководствовались тем, чтобы был комплексный подход. И вот в группах домах, например, были комплексные детско-игровые зоны установлены. В том числе для занятия таким вот дворовым спортом. Наша задача была подключиться, выделить необходимые средства на проектирование и сопроводить эти проекты уже до логического завершения. Партийцы отмечают, что каждый проект – это наказ избирателей, который депутаты получили еще пять лет назад. И за каждое выполненное они отчитываются перед людьми. У каждого партийного проекта есть свой координатор. Партий закреплен, как правило, это депутат Государственного совета Чувашьей Республики либо депутат местного уровня. Есть общественный координатор, который закреплен. Каждый партийный проект направлен на реализацию тех или иных инициатив в связке с национальными проектами, региональными проектами, которые реализуются на территории Чувашьей Республики. Каждый партийный проект – это инициатива партии, которая реализуется на местах. Каждый партийный проект помогает общаться с гражданами, получать обратную связь. В республике открываются детские технопарки, обновляется материально-техническая база для занятий спортом, реализуются программы «Земский доктор» и школьный автобус. Давая старт отчетам – это очень важно. Мы берем на себя ответственность. Мы понимаем, что даже отчет каждого депутата, отдельно взятого, и то, о чем он говорит, все это переплетается в рамках единой нашей команды. То есть ничего. Поэтому наша сила в единстве, в нашей команде, в единой России. Да, сегодня было очень интересно тоже как-то восстановить в памяти все наказы избирателей, которые были даны пять лет назад. Эти вопросы мы слышим каждый день, очень часто. И многие из них без депутатов, без депутатов Государственной Думы, без федерального собрания, без депутатов Государственного Совета решить практически невозможно. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, многие проекты, входящие в прошлую предвыборную программу, будут продолжены и в будущем. Мы фактически подводим итоги, потому что из наших программ, из наших депутатских, неважно ты на какой должности находишься, при этом ты являешься партийцем, очень важно подвести итоги. И фактически сейчас понять, что сделано, что не сделано, и сформировать новую предвыборную программу на основе наказов наших избирателей. Наша задача сейчас проехать по районам, чтобы наши руководители фракций во всех городских и районных собраниях депутатов на уровне сельских поселений точно так же, чтобы отчитались. И, конечно, точно так же собрали наказы. То есть мы сейчас подводим фактически итог предыдущему циклу, циклу, который завершается, и входим в новую уже предвыборную траекторию. Во время встреч в городах и районах республики будут собраны предложения, которые войдут в новую народную программу. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Прививаться от ковида или нет – личное дело каждого. С тех пор, как ученые выяснили, что вакцинация – это действенный способ контроля социально значимых болезней, прививки спасли миллионы жизней. Вот и сегодня вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет при наличии паспорта, медицинского страхового полиса и СНИЛС. Маломобильные граждане могут вакцинироваться на дому. Чтобы вакцинироваться на дому, маломобильному пациенту или его родственникам нужно позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства. Так поступил житель Чебоксар Евгений Петрович Жучков. Мужчине в этом году исполнится 90 лет. Сам среднемедицинское образование имею, кроме юридического. Я все-таки решил, что вакцинация поможет нам более уверенными остаток жизни. Посоветовался с своими действующими коллегами. Они тоже говорят, что лучше провести вакцинацию. Вакцинация пациентов на дому началась в Чувашии в мае. Несмотря на то, что прививку делают вне больничной обстановки, порядок осмотра не меняется. Пульсоксиметрия, измерение давления и температуры. Врач уточняет наличие хронических заболеваний и аллергических реакций. В данный момент у Евгения Петровича, он относится к числу лиц 60 лет и старше. У него сопутствующие заболевания, имеются сопутствующие заболевания. И когда при заболевании коронавирусной инфекции, у таких пациентов инфекция протекает тяжелее, чем у здоровых лиц. Перед вакцинацией мы его осмотрели. У него противопоказаний к вакцинации на сегодняшний день нет. Напомним, в приоритетном порядке вакцинация подлежает граждане старше 60 лет, работники социальной сферы, а также лица с хроническими заболеваниями. Привитые люди либо вообще не заболевают, либо болеют в более легкой форме. На сегодня услугой воспользовалось более 125 тысяч жителей региона. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. В Республике прошел театральный отчетный марафон. Он посвящен медикам Чувашии, которые уже 14 месяцев несут круглосуточную вахту, борясь с коронавирусной инфекцией. Перед врачами «АллатРа» выступил Чувашский государственный ансамбль песни и танца. В Канашеев-Чубоксарах состоялись театральные спектакли. Все это бесплатно. Акция «Спасибо вам, родные доктора» проходит при поддержке правительства Фонда развития Перлен и Союза женщин Чувашии. «Ужин по-французски» – это спектакль-комедия, которая позволила врачам ненадолго отвлечься от работы и окунуться в увлекательную историю. Это возможность увидеться с коллегами и поговорить на отвлеченные темы. Ведь именно этого в последнее время медикам не хватает больше всего. Но даже в минуты отдыха они не забывают о своих пациентах, которые борются с опасным недугом. Вы знаете, это глаза больных. Их надежда в этих глазах. Никогда так близко-то не чувствовал пациента, как вот в эти месяцы работы. Надежда. Вот никогда так надежда в их глазах не читалась. Я призываю всех жителей нашей республики, если у них нет противопоказаний, безусловно, привиться. Я привил себя, свою семью, 82-летнюю маму, 80-летнюю тещу. И делал это не потому, что мне это приказали, потому что считаю, что по-другому, но просто мы не справимся с инфекцией. В рамках акции многие доктора получили благодарственные письма президента страны за самоотверженный труд и высокий профессионализм. Им присвоены почетные звания, заслуженный врач Чувашской республики. Ольга Антонова работает детским врачом-неврологом более 10 лет. Ей вручили почетную грамоту Министерства здравоохранения Чуваши. Надо любить свою работу, надо любить детей. Когда любишь детей, получается им помогать, потому что ребенок, особенно маленький, он не может сказать, что у него болит. И по внешним данным, по каким-то обследованиям, мы должны понять ребенку, что у него болит, какие у него проблемы. И исходя из этого, помочь этому маленькому человеку оздоровиться, выздороветь. Лилия Осейновой, фельдшеру скорой медицинской помощи села Батырево, вручили благодарственное письмо президента страны. Она считает, что эта награда – заслуга всего коллектива. Мы работали уже по две ставки с лишним, потому что работать некому было. Все на больничное уходили. Через сутки, через сутки работали. Трудности были, конечно. Медики Чуваши по-прежнему на передовой. Спасибо, говорим все мы, как можем. И вот сегодня наши артисты тоже сразу на нескольких площадках говорят спасибо. И всем мы присоединяемся к этому слову спасибо. Огромное спасибо, дорогие доктора, дорогие врачи, дорогие медсестры. Вам тоже здоровья, прекрасного настроения и удачи в делах. Ольга Алексеева, Алексей Зойтиков, Бахтияр Велиев, Республика. Чуваши, русские, татары, мардвам. Только в одной нашей республике проживают представители более 120 национальностей. У каждого свои обычаи и традиции. И один общий для всех праздник – День России. Жители и гости города Чебоксары отмечали его во всех парках культуры и отдыха. В праздничную программу в Локреевском лесу включили всех от мала до велика. Малыши рисовали свою родину, ребята постарше участвовали в викторине. В памяти строительстве оборонительных рубежей в День России работала специальная выставка. Здесь можно было увидеть и орудия труда, и архивные документы. Насыщенной оказалась и концертная программа. Творческие коллективы один за другим выходили на сцену и дарили собравшимся яркое настроение. Для молодых людей, которым в этот день исполнилось 14 лет, был двойной праздник. Они получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Это потрясающий праздник, на котором можно получить миллиард просто эмоций. Это бывает один раз в жизни. А еще так получилось, что торжественное вручение паспорта – это тоже бывает один раз в жизни. Этот день надолго запомнился и семье Евдокимовых из Аликовского района. Их внучка Ксения Афанасьева, проживающая в Чебоксарах, тоже стала героем праздника. Вместе с Алексеем Григорьевым из того же района они спасли тонущего ребенка. В аналогичной ситуации год назад оказался и Сергей Михайлов. Мы с папой и братом пошли на пруд купаться. И тогда, когда уже я собирался на берег выходить, увидел тонущую девочку. Поплыл за ней, спас ее, вытащил на берег. На берегу взрослые оказали медицинскую помощь. Сергей Михайлов, Ксения Афанасьева из Чебоксар и Алексей Григорьев из Аликовского района за свои поступки стали удостоены знака «Горячее сердце». Кроме того, ребята получили возможность принять участие в тематической смене лагеря «Орленок». И это была далеко не единственная приятная новость праздника. Конечно, сегодня здесь в парке, в День России, царит удивительная атмосфера. И складывается ощущение, что и все сложные дни, сложный год остается все позади. Потому что сердца, которые сегодня, что взрослых, что детей, дают такую веру в будущее нашей страны, в будущее нашего города, нашей республики. Что нет никаких сомнений, что и у города Чебоксары, и у Чуваши, и у нашей великой, могучей России впереди только замечательные события, рост, стабильность и процветание. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошеин, Республика. Молгород-2021 впервые на одной площадке собрал молодых людей, увлеченных наукой, ректоров всех вузов региона, руководителей предприятий. На выставке представили 25 проектов, самые интересные разработки в нашем сюжете. Беспилотный трактор, маневренный робот для перевозки грузов, терминал допусков здания. Все, что вы видите на своих экранах, штучный, эксклюзивный продукт. И самое интересное, что эти стартапы реализуют креативные, талантливые школьники и студенты. Представленные проекты отбирались для участия в самом масштабном молодежном форуме Приволжского федерального округа ИВЛГ-2021. Выбрали пять лучших. Алла Салаева отметила, если молодежь думает, развивается и готовит проекты такого масштаба, она вполне может сформировать кадровый резерв будущего. Современные изделия с национальным колоритом представила Анна Михайлова. На региональном этапе конкурса «Волтскилз Раша» она заняла первое место. Теперь собирается на национальный этап. Это эксклюзивная коллекция, потому что ее нигде нет. Мы разрабатывали с преподавателем в техникуме вместе. Здесь изображены чувашеский колорит, тыква, хмель, тухья, руны. И хотим дальше продвигать на рынок общественного питания. И уже ведутся разговоры, переговоры там с высшим министерством. Это и есть одна из задач форума – помочь авторам перспективных проектов заявить о себе. О том, как именно работать с молодежью, решившие посвятить себя научной деятельности, говорили и за круглым столом с руководителями учебных заведений. Наталья Мальчикова, Дмитрий Макаров, «Республика». В «Республике» завершился весенний сев, а это значит, что можно немного передохнуть. В районах «Республики» идут народные гуляния. На Акатуе в Красночитайском и Янтиковском районах побывал глава Чувашии. С самого утра площадь Победы в Красных Читаях была полна народа. Местные ремесла, национальные кухни, торговые ряды, праздничная мозаика сверкала и переливалась яркими красками. Здравствуйте. Чтобы будущий урожай был хорошим, Акатуе должен пройти шумно, весело и с размахом. Постоевесенний сев, Акатуй, веселый праздник. Мы тут пришли, радуемся все, все довольны. Вот так мы живем дружно, работаем все хорошо. Все они хорошо прошли, нормально. Всегда у нас народ, трудяки у нас, работу любят. Хорошо. Мы надеемся на хорошее удержание, в гостиницу берете. Довольны, танцуем, поем, веселимся. В День России звучали гимны России и Республики. Обязательно атрибут – старинный гимн хлеборобов. В Красночитайском районе в этом году засеяли более 9200 гектаров. В основном это зерновые. У лучших работников отметили наградами и подарками. Завершился сев и в Янтиковском районе. Эдуард Никитин работает на земле около 30 лет. Ему есть с чем сравнивать. В этом году по северной легче прошли. Техника обновилась. И люди побольше стали заинтересованные. В основном зерно. Сено там немножко. Звание чемпион Сева-2021 удостоился Сергея Константинов. Механизатор говорит, выращивать хлеб по-прежнему почетно. Очень ускоряет и упрощает процесс новая техника. Северные прошли вовремя. Три зерно-гостные комбайна, два кормоборочных, два кировца, три мяса Фергусона. Там-то за четыре штуки. Северная техника у нас. Обновить парк техники многие сельхозпредприятия смогли именно благодаря субсидированию 40% затрат на ее покупку. Разумеется, правительство поддерживает аграриев и по другим направлениям. В приоритете глубокая переработка продукции и ее поставки в другие регионы. В этом году все планы Сева-Республика выполнила в короткие сжатые сроки. Спасибо за это всем аграриям, всем, кто работал на земле. 290 тысяч гектар было засеяно на весенний период. Ихмель навешан своевременно, тоже выполнили план. Более 100 гектаров картофеля посажены, 5000 гектар. В этом году на развитие села будет направлено 4,9 миллиардов рублей. Будет реализовано около 2000 разных проектов, инфраструктурных в том числе. Все формы поддержки более 50, они также останутся, в том числе и поддержки малых форм хозяйствования. Ярким моментом праздника стали показательные выступления парашютистов Чебоксарского аэроклуба. Россия! 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 Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Это были главные новости вторника, 15 июня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова